Районный историко-культурный центр вновь радует видновчан новой интересной выставкой, название которой звучит загадочно – «Секретные советские художники». Именно эти люди – ведущие гравёры московской печатной фабрики «Гознак», работавшие в советский период, создавали все ценные бумаги СССР – деньги, облигации, почтовые марки и так далее. Корреспондент Людмила Медведева познакомилась с такой редкой на сегодняшний день профессией, как художник-гравёр. Главным украшением царских и советских ценных бумаг и важнейшим элементом защиты от подделок всегда была классическая гравюра, которую вручную выполняли на металле гравёры художники – печатных форм. Этим ювелирным мастерством и обладали такие мастера «Гознака», как Иван Дубасов, Лидия Пешкова, Юрий и Майя Лукьяновы, Лидия Майорова и другие. Их работы и представлены на выставке. Рука гравёра должна была с точностью до микрон все штрихи, все точки, всё, что было на гравёре, выполнить. И права на ошибку они не имели. Эти мастера были последними, кто владел секретами некогда лучшей в мире русской школы оформления ценных бумаг, в первую очередь тенежных знаков. Их уникальные работы являются настоящими произведениями искусства. Высочайший уровень качества, который был, все воспринимали, как будто это делалось само. Никто не задумывался, что это те самые русские левши, которые, ну, в общем-то, действительно делают потрясающие уникальные вещи. После 90-х годов производство ценных бумаг перешло на другие технологии. И школа классической гравюры, которой славилась Россия, до революции и бережно сохранялась весь советский период, с уходом из жизни старых мастеров почти утратилась. Насколько высокохудожественны оставшиеся экземпляры этих, теперь уже исторических ценных бумаг, смогли увидеть посетители выставки. Меня поразил зал, где были представлены советские деньги, поскольку каждая из купюр была выполнена индивидуально, и ни один из художников не мог ее повторить. Любое искусство, любая музейная экспозиция имеет две цели. Первое – это сохранить и рассказать об этом, а второе – дать основу для молодых, для художников современных, посмотреть, как работали мастера и продолжить их дело уже в будущем. Учащиеся Видновского художественно-технического лицея, посетившие выставку, с интересом ознакомились с работами учеников старейших гузнаковских мастеров Бориса Есина и Юрия Квердяева, известного в России каллиографа, который в этот день давал ребятам мастер-класс. Они сами будут показывать что-то, да, то есть так, как я заразился этим, так, я надеюсь, заразить этим и ребят, которые это будут видеть. То, что деньги, на самом деле, это гравюры, которые сделаны с таким тончайшим мастерством, то, что сейчас такого нет, очень жалко, что это утрачено. Выставка мастеров гузнака продлится до 18 марта. Найдите время и посетите ее. Из-за специфики производства страна практически не знала имен художников-гравюров, но их работы были своего рода визитными карточками Советского Союза. Людмила Медведева, Олег Федоров, Наталья Буслаева. Видное ТВ.